который 8 июня на Садовом кольце в самом центре Москвы влетел в курьера, который впоследствии скончался в больнице. И вы хотите услышать, как живет этот человек, как будет сидеть он в тюрьме, и что будет с ним вообще за весь период его срока. Я много видел подобных персонажей за все годы своих отциток и прекрасно знаю, как сидят такие люди. Многие из вас уже знают, что Ефремову дали 8 лет колонию общего режима. Его уже привезли на изолятор номер 5, это город Москва, вон и стадион. У меня есть связь с этим изолятором, мне уже рассказали, что им приготовили хорошую квартирку. Ни для кого не секрет, что в тюрьмах есть вип-хаты для подобных людей. И такие камеры для таких людей больше напоминают хорошую студию где-то в центре Екатеринбурга. Где мягкие кроватки, плазменные телевизоры, чайнички, плитки, иногда и кондиционер. Ну и соответственно холодильничек под завязку, забитый всякими деликатесами и хорошим вискариком. Телефон вообще не проблема, принесу сами мусора, а там уже хоть суши заказывай. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. С девочками там такая же ситуация, могут водить тебе хоть каждый день за определенную сумму. Не в саму конечно камеру, а есть специально отведенные места.